На нас посмотреть и себя показать. В каворкинг приехали гости из Нижнего Новгорода и Ненецкого автономного округа. И это уже реальная история успеха малосреднего предпринимательства. Какие идеи будут принимать, расскажем. Трехзвездочные апартаменты от Димы Билана. Ну что, друзья, вот, кстати, тот самый объект. Гостиница зовется. Достаточно уже востребованная история. Певец открыл в Подмосковье мини-отель на 29 мест. Подробности в эфире РТВ. Минтрут уже решил, как будем отдыхать в 2019 году. Праздники те же, а вот количество выходных – другое. Поделимся информацией. Бешеная атака. Десятки случаев собачьего бешенства зафиксированы в Подмосковье. О безопасности животных поможет вакцина. Вакцину переносится животным хорошо. У животного крайне редко встречается аллергическая реакция. Где ее сделать? И арт-переполох в Риотовском парке. Мастер-классы по рисованию, лепке, подвижной спортивной игры и зажигательные танцы под диджейские сеты. Как все прошло, выясняли корреспонденты РТВ. В эфире главного городского свою работу начинает служба информации. В студии Станислав Тарасов. Здравствуйте. Делегация из Нижнего Новгорода и Ненецкого автономного округа посетила Риотовский каворкинг. Гости приехали в первую очередь на нас посмотреть, то есть увидеть один из лучших каворкингов Подмосковья. Ну и себя показать. Здесь гостям показали, как создать комфортное пространство для начинающих бизнесменов и обеспечить более неформальное общение с властью. Здесь общение главы с предпринимателем происходит в совершенно другом формате. Представителей администрации Нижнего Новгорода впечатлила сама идея открытого пространства, где встречаются бизнесмены из разных сфер и здесь же находят деловых партнеров. Президенты работают, помогают друг другу. Они здесь находят своих партнеров, здесь же находят тех, кто будет помогать писать программы. И это уже реальная история успеха малосреднего предпринимательства. Чиновники из Ненецкого автономного округа всерьез задумались о создании такого каворкинга у себя. Это поможет удержать молодые и талантливые кадры на родине, уверены гости. Я бы назвал это безбарьерной предпринимательской средой, которая не разграничивает историю на кабинеты, на какие-то закутки, где каждый в своей истории варится. У нас вот эта идея сделать людям удобно на месте, чтобы они оставались, работали и жили, это сверх актуально. А я добавлю, что на площадке риотовского каворкинга также реализуется муниципальная программа поддержки малого и среднего бизнеса. Разработчики инновационных проектов и свежих идей могут поучаствовать в конкурсе администрации и получить здесь бесплатное рабочее место на срок до полугода. Уже в следующий понедельник в Риотове вновь будет громко. В городе включат автоматизированную систему оповещения. Сирена будет слышна днем с 11 до 12 часов. Проверка будет общеподмосковной и комплексной. Сигнал, который услышим, внимание всем. Это значит, что нам нужно будет не только наслаждаться воем сирены, но и включить радиоприемники на частоте 91,7 МГц и телевизоры, настроенные на наш канал или 360. В общем, не паникуем, все по графику. Теперь переходим к региональным новостям. В Подмосковье выбрали лучший парк. Церемония награждения прошла в Домодедово. Название «Лучший» в области претендовали 75 зон отдыха. В итоге первое место занял парк культуры и отдыха «Пихорка». Главный приз – 14 миллионов рублей. Потратит на его дальнейшее благоустройство. Награду победителю вручил губернатор области Андрей Воробьев. Я не сомневаюсь, что при поддержке, участии, рекомендациях жителей, каждый наш парк будет претендовать на самый лучший парк в мире. От нашего города в конкурсе участвовал фабричный пруд. Парк на воде немного уступил в гонке лучших. Тем не менее, за первенство боролся достойно. А я напомню, что губернаторский проект парки Подмосковья стартовал в области 5 лет назад. За это время количество парков увеличилось с 25 почти до сотни. При этом 20 созданы почти с нуля. Давайте вспомним, каким был фабричный пруд еще два года назад и полюбуемся тем, какой он сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Клубнику и малину в Подмосковье будут выращивать в теплицах. Произойдет это в следующем году. Конкретнее, с апреля по октябрь. С таким заявлением выступил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Четыре хозяйства уже рассматривают варианты строительства теплиц. Это Зарайск, Серебряные пруды, Коломна и огуречная столица Подмосковья – Луховицы. В регионе хотят перенять опыт коллег из Финляндии, где установлены теплицы арочного типа. Если все пойдет по плану, их количество увеличат. Добавлю, что этим летом в агрохозяйствах Московской области планируют собрать более 1100 тонн клубники. Цены на ягоду в этом году составили примерно 300 рублей за килограмм. Минимальная стоимость аренды жилья в Подмосковье составляет 15 тысяч рублей. Правда, найти ее можно во Фрязино. Это Щелковский район. На втором месте, как ни странно, Балашиха. Квартира площадью 41 квадратный метр обойдется в 17 тысяч в месяц. На третьем месте поселок Акулово. Здесь жилье будет дороже на тысячу. В общем, варианты хорошие, но их еще надо найти. Средняя же стоимость аренды квартиры в Подмосковье – это 20 тысяч рублей. В Реутове – от 23 тысяч рублей. И продолжим тему. Известный певец Дима Билан открыл в области мини-отель. В нем 29 номеров. Категория – три звезды. Над проектом трудились три года. Об этом сам певец сообщил в своем инстаграм. Ну что, друзья, вот, кстати, тот самый объект. Гостиница зовется. Достаточно уже востребованная история. Название и местоположение певец пока держит в секрете, но с большим удовольствием проводит экскурсию по холлам, этажам и комнатам. Первый этаж. Здесь уже, в принципе, чувствуется, что есть люди. Вот запах такого уже домашнего, вжитого помещения. В каждой комнате полный набор всего необходимого для комфортного проживания. Это спальное место, стол, холодильник и ванная комната. Но самое главное, по словам Билана, демократичные цены и радостные постояльцы. В планах благоустройство территории и доработка дороги. На дворе лето, а Минтруд уже думает о новогодних праздниках. Ведомство подготовило проект постановления о переносе выходных дней в следующем году. Итак, начнем с самого начала. Новогодние каникулы продлятся у нас 10 дней. С 30 декабря по 8 января. Весной в честь праздника «Весные труда» выходные будут с 1 по 5 мая. И в честь Дня Победы с 9 по 12 мая. Праздновать День защитника Отечества будем 23 и 24 февраля. С одной лишь оговоркой – в следующем году они совпадут с обычными выходными днями. Отмечать Международный женский день будем целых 3 дня – с 8 по 10 марта. Еще один выходной подарит День России – это 12 июня. И со 2 по 4 ноября отдохнем в честь Дня народного единства. Вы смотрите новости на Главном городском. Мы продолжаем. 82 очага бешенства животных зарегистрировали в Подмосковье в этом году. Больше всего случаев в Луховицах, на Рафаминске и Русском округах, Раменском районе и Чехове. В Риотове, кстати, тоже зафиксированы несколько случаев заражения вирусной инфекцией. Судьба животных пока неизвестна. Корреспондент РТВ Дарья Галакова решила напомнить о необходимости и важности вакцины от бешенства для животных. Сейчас поделится информацией. Рядом. Хорошо, молодец. Анна Климова со своим любимым питомцем по кличке Жорик просто не разлей вода. Этому послушному стафарширскому бультерьеру всего полтора года. Он верный спутник своей хозяйки, например, на лесных прогулках или в поездках на дачу. За здоровьем пса Анна следит тщательно. Вакцинацию от бешенства делает уже не в первый раз. Мы постоянно выезжаем на дачу, на озера, в парки, в леса. И там часто встречаем лисиц, ежиков, крыс. И мы не знаем, заражены они или нет. Поэтому я считаю, что необходимо предостеречь себя от такого заболевания, как бешенство, и провакцинировать свое животное. Здравствуйте. Мы на вакцинацию от бешенства. Здравствуйте. Но перед этим за 10-14 дней животное нужно обязательно проглистовать. Вакцины есть как отечественные, так и импортные. Правда, за последнюю придется заплатить. В среднем 600 рублей. Вакцина переносится животным хорошо. У животного крайне редко встречается аллергическая реакция. Может быть животное вялое, апатичное. Отказывается от еды в течение суток после данной вакцины. И припухлость в области инъекции. Болезненность может быть, потому что неприятна вакцина сама по себе. Неприятности эту животное переживет. И уже через пару дней пес снова будет бодр и весел. Хуже, если прививку вообще не делать. Последствия заболевания могут быть непоправимыми. Вакцину бешенства рекомендуется делать здоровому животному. Но есть шанс сделать вакцину сразу же после укуса. И вероятность того, что может вакцина сработать, то есть иммунитет выработаться, до того, как проявится само бешенство. Так обычно бешенство в инкубационный период от 3 до 6 недель. Поэтому чисто теоретически можем успеть. Вряд ли, но возможно. Частота таких прививок раз в год. Тогда и волноваться не стоит, что животное может пострадать после укусов. Ведь и здесь главное предупредить, а не заниматься потом самобичеванием и вытаскиванием питомца из бешеных рук заболевания. Дарья Галакова, Александр Попов для РТВ. В фестивале «Арт-переполох» приняли участие более 100 риутовчан. Праздник прошел в Центральном городском парке. Он, кстати, на один вечер превратился в самую настоящую тусовку хиппи. Бодрые треки от диджея, подвижные спортивные игры для детей, Традиционная ярмарка – это далеко не все, чем удивляли искушенных жителей и гостей города. Вместе с ними радовался лету и наш корреспондент Виктория Волкова. Созданный антураж эпохи хиппи риутовчане дополнили правильным настроением. Потомки детей цветов пришли на праздник, несмотря на прошедший дождь и пасмурную погоду. И не зря. Насыщенная программа. Каждый метр фестиваля «Арт-переполох» буквально пропитан творчеством. Совсем скоро этот хиппи-автобус увезет всех желающих в свободный, беззаботный мир. Вот только юные горожане закончат с дизайном. После того, как дети его раскрасят, у нас будет здесь проведена фотосессия всех детей. И как бы вот такая веселуха. Посмотрите, какое движение. Детей отсюда просто не отогдать. Рядом выставка работ детской студии «Ласточка». Картины ребят, кто уже не один год покоряет вершины живописи. Свободные мольберты для тех, кто еще только мечтает взять в руки кисть. Каждый под чутким руководством педагога почувствует себя Серовым или Довинчи. Могут принять участие любой желающий. Они могут подойти, порисовать и насладиться своим творчеством, а также порадовать своих родителей. Вика давно мечтает о карьере художника и уже 7 лет занимается живописью. Вот и здесь не упустила возможность и принялась рисовать с натуры цветочную клумбу. Мне нравится рисовать или животных, или цветы. И иногда люблю рисовать графику. Я много рисовала котов. Я срисовывала своего кота. Юные художники трудятся над созданием своих первых полотен часами, вырисовывая каждую деталь. А вот такое панно из пластилина можно сделать всего за 5-7 минут. Так утверждает автор одного из шедевров, которая поделилась с нами секретами его создания. Я раскатывала шарик, плющила его и клала их в серединку цветка. И с помощью чеснока-давилки из желтого пластилина я сделала тоже серединку и приклеила их сверху на желтый кружок. И сделала травку, также с помощью чеснока-давилки. Для любителей активного отдыха подвижные спортивные игры и зажигательные танцы под диджейские сеты. Все это лишь малая часть развлечений, которые подготовили для риутовчан. Это выставка фотографий, которые в течение практически уже целого года люди присылали и участвовали в конкурсе в парках и скверах Подмосковья. Сегодня мы выбрали лучшие фотографии и разместили их для фотовыставки. Август также будет насыщенным. В планах руководства парков провести очередную схватку умов под названием «Мозгобойня». За обновлениями следите в группе ВКонтакте «Парки Риотова» и официальном инстаграм-аккаунте. Виктория Волкова, Алексей Золотарев для РТВ 30-градусная жара вернется в Риутов в среду. А вот начало недели из-за близости атмосферного фронта будет облачным и немного дождливым. Об этом сообщили синоптики из центра погоды ФОБОС. А пока мы ждем самый продолжительный и знойный период этого лета, температура в ночные часы не опустится ниже плюс 15. Днем же показатели термометров перешагнут отметку в 30 градусов. Осадков не будет, только солнце и позитив. А теперь о завтрашней погоде. Дожди, грозы и немного солнца, если кратко. Утром плюс 19, днем 22 тепла, вечером 23, ночью 20. Ветер восточный 4-5 метров в секунду. На сегодня это все новости. Вернуться к выпуску вы можете на нашем сайте reatofmedia.ru А также в официальной группе РТВ ВКонтакте. Информационную картину вторника представим завтра в 19.30. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова